Эвакуатор грузит машину и увозит на штрафстоянку. Чтобы вернуть автомобиль, его владельцу придется оформить целый ворох бумаг. А это займет время, заберет силы и ударит по кошельку. Человек, во-первых, заплатит административный штраф в размере 300 рублей. К тому же ему скажут на самой штрафстоянке, сколько он должен оплатить за услуга эвакуатора. Как правило, услуги эвакуатора обходятся в 3000 рублей. Но если автомобиль задержится на штрафстоянке более суток, включается счетчик. Тариф 70 рублей за один час простоя. В скором же времени, возможно, деньги начнут капать сразу, как автомобиль окажется на штрафстоянке. Соответствующее предложение сегодня рассматривалось в Госдуме. Добропорядочные водители меру поддерживают. Паркуется, где попало. Где знак стоит, он все равно паркует. Запрещаешь, например, 327, он паркует все равно. Стоянка запрещена, знак 326, то же самое паркуется. Машины, оставленные там, где не положено, мешают другим участникам движения, в том числе общественному транспорту. Не дают нормально убрать дороги от снега. Это так. Но есть один нюанс. Мы приехали на съемки и припарковали свой автомобиль вот здесь. По идее, тут машину в принципе ставить нельзя. Однако, больше просто негде. Потому как ближайшее возможное место для парковки находится в районе остановки Доменная. Получается, в сложившейся ситуации виноваты не только автомобилисты. Почти весь индустриальный район Череповца был построен еще в 50-е годы. И что через 50-60 лет будет такое количество автомобилей, тогда не думали. Кто-то считает, спасти положение может реконструкция городских дорог. Кто-то полагает, нужно искать другие способы решения проблемы. Если парковок больше сделать, зелень удалят, газонов не будет. Сплошной бетон будет. Расширять дороги. А иначе ничего не сделать будет. Так или иначе, пока спасать положение Череповцы намерены путем эвакуации. Подобные рейды будут проходить по несколько раз в неделю.